Приветствую вас, Светлана. Смотрите, какая получается ситуация. Можно понять ваши чувства, можно понять то, что вы хотите понять чувства мужчины, и можно понять, что измена это в некотором смысле травма, вот. Но, понимаете, у человека есть свой собственный образ того, как он видит раскаивание. И если мужчина раскаивается вот так, тем, что совершает поступков, и вы сами говорите, что их предостаточно, то, скорее всего, для него это единственный способ на сегодняшний день показать, что он раскаивается. Ваша же проблема состоит в том, что, с одной стороны, вы измену воспринимаете на свой счет. Она вызывает у вас негатив, она вас задевает, да? Вы не можете воспринять ее просто как следствие того, что в ваших отношениях что-то не так. Но, если в ваших отношениях что-то не так, это не означает, что с вами что-то не так, да? То есть отношения и человек это разное, это как общее и частное. И, соответственно, нужно это разграничить. Хотя бы для себя, самой, это нужно разграничить. Это можно и нужно разграничивать. Дальше. Идем. С другой стороны, вы как бы на мужчину предлагаете всю ответственность за измену. Что тоже, на мой взгляд, не совсем верная позиция. Потому что, не только мужчина ответственный за измену, но и вы, в том числе, тоже. Это нужно учитывать, и нужно учитывать свою ответственность. Вот. И, если вы заинтересованы в сохранении отношений, то, наверное, поискать, те моменты, которые с вашей стороны могли подтолкнуть человека к измене. То есть, у меня сложилось впечатление, что вот он, вот есть виноватый в отношениях, да? А есть, как бы, тот, кто жертвовал. То есть, вы и виноватый, как бы, заглаживает свою вину перед жертвой поступками. Это, вот, не совсем верная позиция. Потому что, чувство вины, если оно есть, если оно, такое вот, достаточно рэкетное, то оно не несет какого-либо позитива для отношений. Потому что вина в своем негативном, рэкетном состоянии, она представляет из себя определенное внимание к себе, и в таком внимании к себе человек нуждается, и в будущем может повторить какие-то поступки, которые привели вот к такому состоянию. Поэтому очень важно, чтобы вы сами проанализировали, что именно с вашей стороны привело к измене, выразили это мужчине, показали ему, и, возможно, в ответ вы получите то, что вам хочется, а возможно и нет. То есть, понимаете, вы склонны перекладывать ответственность себя на человека, вы склонны перекладывать ответственность, вот, например, вы говорите, мне хочется логического конца, да? Логического конца чего? И как вы думаете, что конкретно волнует вас в этом вот эпизоде про логический конец? Вам хочется, чтобы мужчина выразил свое раскаяние и понять его чувства, но вам этого хочется. Вопрос, а понимаете ли вы себя? Вопрос, а даете ли вы себя черт в том, что происходит с вами? Потому что складывается впечатление, что вы хотите за счет раскаяния мужчины, да, вернуть себе прежнее представление о себе же самой? На мой взгляд, это не очень здорово, потому что ваши представления, они зависят целиком и полностью от вас. Вот, ну и, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. Идеально, конечно, если вы оба обратитесь к психологу, хотя бы здесь, на сайте, вот, и поговорите, обсудите, возможно, что-то будет понятнее. Но начинать нужно с себя. То есть, если вы хотите понять чувства другого, то начинать нужно с себя. И, в первую очередь, понять и выразить свои собственные чувства, вот, показать, что мужчина не один в своей ответственности за то, что произошло. И тогда остается только слышать и слушать, и я уверен, вы обязательно услышите, если, конечно, захотите. Но при всем этом, при всем этом, необходимо, конечно, иметь ресурс для того, чтобы все это реализовывать. И ресурс, он заключается в том, что нет устойчивых представления о себе, или они под угрозой, они под вопросом, они под сомнением. Еще раз, измена – это результат проблем в отношениях. Это результат неудовлетворенности в отношениях. Вот что такое измена. И неудовлетворенность в отношениях, проблемы в отношениях никак не характеризует самого человека. То есть, вас или вашего мужа. Проблемы есть в шлях, потому что все люди меняются в отношениях, нет, в отношениях нет статичных, такого, знаете, статичных людей. Вот, но вы не выражаете это друг другу. То есть, вы не находитесь в контакте друг с другом. С одной стороны. Да? И с другой стороны. Вас за дело оцербило то, что произошло. То есть, вы взяли и действия восприняли на свой счет. То есть, факт измены восприняли, как характеризующий вас, как личность. Как женщину, может быть. Что говорит о ваших собственных сомнениях, страхах и противоречиях. И вот для того, чтобы появился ресурс двигаться вперед. Да? Для ресурса нужна энергия. Энергия, у вас есть просто вопрос в том, на что она тратится. Сейчас она тратится на внутренний конфликт. Ее не хватает, ее никогда не хватает для внутренних конфликтов, потому что эти внутренние конфликты не решаются так, как решаются внешние, в том плане, что не решаются они переубеждением, они не решаются вот с какими-то аргументами, они решаются немножко по-другому, да, они решаются более глубоким и полным контактом с собой. Вот. Ну, в принципе, наверное, такой ответ. Склонять человека ни к чему не нужно, если опять же вы хотите искренности в отношениях, то есть, вообще, здесь все зависит от того, что вы хотите, если у вас, если вы хотите искренности, то склонять мужчину ни к нему не надо. Вот. вы можете сами выразить свои чувства, сами это сделать. И я уверен, что если вы человеку хорошо знаете, то вы увидите, как он выразит вам свои чувства. да, не так, может быть, как вы, по-другому, но тем не менее. Можно увидеть в поступках определенные слова, определенные слова, определенные чувства, определенные чувства, простите, при желании. Вот. Вопрос в том, просто насколько вы этого хотите, насколько вы готовы слышать. Потому что люди-то говорят не на том языке, на котором их хотят слышать другие, а люди говорят на том языке, на котором они могут говорить. Это очень важный момент, очень деликатный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Не оставляйте, не пускайте все на самотек. Обязательно обращайтесь к специалистам.